Мы очень-очень рады видеть вас всех здесь. Мы дошли до самого, наверное, волнительного, в том числе и для нас, момента. И сейчас мы будем видеть результаты вашей работы, я даже так это скажу, ваши стартапы, ваши идеи, которые вы воплотили за достаточно короткое время. Блог «Инвестиционный фонд» Леонид Соловьев, Николай Давыдов, Николай Орешкин, Павел Черкашин, основатели крупных стартапов Дмитрий Пушкарев, Максим Ногатков, Илья Осипов, Марина Давыдова, Никита Нука, Арсен Томский, крупные корпорации Сергей Дороничевский, Джек Дайнер, Мария Глазкова, жюри, которая будет судить ваши проекты. И смотрю, в нашем большом уже списке они с нами к нам присоединились, я их тоже хочу сейчас представить. Арсен Томский, «Индрайвер», привет, Арсен, спасибо большое, что с нами. Привет всем. Дженнифер Купер, Дженнифер возглавляет в Майкрософте стратегическое развитие. Павел Черкашин, «Инвестиционный венчурный фонд», привет, Паш, спасибо тебе тоже, что ты с нами и больше 25 проектов нас сегодня ждет, готовьтесь, пожалуйста. Мария Глазкова, вице-президент компании «Вилли», о, Маш, привет, привет, спасибо. Павел Мунтян, основатель анимационной студии. Привет, привет. Пожалуйста, давайте все включим камеры, все включим микрофоны. Хлопаем друг к другу, скажем, мы молодцы, все хлопаем, давайте. Поддержим метров, поддержим жюри, поддержим самих себя. У нас сегодня много участников, будьте готовы, пожалуйста, слушайте друг друга, не забывайте то, что мы учимся друг у друга, и это важный навык слышать друг друга. Открывает наш большой список Рамиль Шевалеев с его проектом «Мьюзиклаб». Здравствуйте, представляю вам проект «Мьюзиклаб». Проблемы, с которыми сталкиваются наши клиенты. Преподавателям трудно искать талантливых учеников, которые готовы платить за уроки. Наши конкуренты – это музыкальные школы, колледжи, сайты для обучения музыке. Предположим, что ученик нашел преподавателя, а преподаватель – ученика. Они начинают заниматься в онлайне. После пары пробных занятий они понимают, что да, все хорошо, и они ищут себе студию рядом для аренды. Цифровая платформа «Мьюзиклаб». Огромное количество фильтров, которые помогут выбрать начинающему музыканту именно того преподавателя, преподавателю именно того ученика. Также мы предлагаем возможность поиска недостающих музыкантов в вашу группу. И мы устанавливаем контакт между музыкальными студиями и музыкантами, чтобы они взаимодействовали быстрее. Планы на будущее. Первым пунктом стоит поиск инвестора для финансирования разработки технического задания для платформы. В нашей стране это стоит от 50 до 100 тысяч. Вы получите огромное удовольствие, общаясь с музыкантами. А когда вы создадите будущий «Билли Айлиш» или «Ред Ход Чили Пепперс», вы заработаете на этом еще больше. Браво. Браво, Рамина. У таких площадок большая проблема того, что люди один раз знакомятся, а дальше работают напрямую. Будем предоставлять огромное количество разных услуг, помимо поиска. Также сведение дорожек. Спасибо за ответ. Я тебя поаплодирую. Большой молодец. Не отключайся. Андрей. Андрей Кривоносов. Smart Table. Добрый день. Меня зовут Андрей. Ни для кого не секрет, что офис типичной российской компании выглядит именно так. Но он может выглядеть и по-другому. Например, вот так. По данным дела газеты «Ведомости», 42% россиян недовольны своим рабочим местом. Специально для этих людей был разработан умный стол SmartBall. Основная наша целевая аудитория расположена в сегменте B2B. Это офисы, каворкинги, лилофты, производители умных домов. Через B2B-сегмент мы постепенно будем выходить на B2C рынок. Мы проанализировали рынок и выяснили, что общий объем своего рынка составляет 660 миллионов долларов. САМ – 38 миллионов долларов. САМ – 3 миллиона долларов за 5 лет. Каналом реализации нашей бизнес-модели являются прямые продажи и продажи через магазины-партнеры. Основной источник доходов в бизнес-модели – это продажи готовых изделий. Но дополнительно мы будем осуществлять платное сервисное обслуживание и разработку индивидуального дизайна. Стоимость изделия – 19,5 тысяч рублей. В первый год наша выручка составит 10 миллионов рублей, а в пятый год выручка нашей компании составит 75 миллионов рублей. Для успешного старта нашей компании нам необходимы инвестиции в размере 700 тысяч рублей. Нет, у меня есть большой вопрос. Андрей, а насколько вот эти цифры, которые перечислялись, они сделаны для презентации или они каким-то образом вами рассчитывались? Например, прогнозы прибыли, выручки, так и стоимость значения клиента – все это я рассчитывал. Вам для старта проекта нужно 700 тысяч рублей. 700 тысяч рублей – это 10 тысяч долларов США. Кажется, вам это чрезвычайно малой суммой? Наша продукция обладает, как я уже говорил, особой конструкцией, которую могут пользоваться даже сами, как бы проводить отслуживание. И, соответственно, в принципе, мы можем собирать эти столы и без покупки оборудования. И нам нужно закупить не так много различного оборудования, чем, например, если мы рассматриваем промышленный производство. Вначале будем производить столы на заказ. 50 штук мы вполне можем произвести прямо сейчас. Андрей, ты молодец, классный проект. Следующий, третий проект – Алекс Анисимов. Я хочу вам представить свой проект в «Соседи». Нашим клиентом может быть абсолютно любой человек. Продуктом является приложение, аналог сайта объявлений, которое при регистрации определяет ваше местоположение и выдает вам ваш круг соседей, с которыми вы будете делиться своими объявлениями. Пользователь подает объявления, которые видят все его соседи, находит человека, готового выполнить его, и дает этому человеку что-нибудь взамен. Стандартный аккаунт бесплатен и доступен для всех. Премиальные же стоят 2-3 доллара в месяц и имеют возможности, недоступные пользователям стандартного аккаунта. Такие как просмотр и выкладывание объявлений, на которых можно заработать деньги. Также в приложении возможна реклама. Нашими конкурентами являются сайты объявлений, услуг и доставки. Но наше преимущество заключается в том, что приложение объединяет в себе весь их функционал и сосредотачивается на людях, находящихся рядом. Также наше приложение предусматривает и волонтерскую деятельность, и возможность заработка. Создать приложение и сайт. А платформа Udo? Не знаком с платформой. Это не для встречи с соседями. Udo – это для выполнения задачи. Для выполнения поручений, да. Да. Ты-то можешь указать район. Об уединении комьюнити, как ты это услышал. Не, классная идея. Я тут такую же идею слышала сейчас на The Global Hack, Хакатоне, на нескольких рынках. Это очень насущная, видимо, проблема, что именно там прям в рамках дома они предлагали это сделать. Варвара, Саймон. Здравствуйте, дорогие предприниматели. Представляю вам проект Саймон. Соцсеть с элементами геймификации, которая генерирует задания разной сложности. Пользователь снимает видео с выполнением, а лайки определяет, выполнено оно или нет. Наше приложение решает проблемы социализации, скуки и поиска себя. Подробнее о проекте. Пользователь выбирает сложность и, получая задание, снимает видео и выкладывает. Огоньки определяют, выполнили вы задание или нет. Чем выше сложность, тем больше лайков нужно для выполнения. Кроме того, у каждого игрока будет персонаж, которого можно будет прокачать. Как соцсеть мы зарабатываем на рекламе. Как игра на покупке игроками звезд. Наш план развития. На начальный капитал мы делаем MVP. Окончательно подтверждаем гипотезу, ищем инвестиции, развиваем и масштабируем продукт, превращаемся в единорога. У меня тогда быстрый вопрос, если больше ни у кого нет. По поводу цены привлечения клиентов. Рассчитывала ли вы, как вы планируете привлекать, какая будет цена привлечения именно платного пользователя? Да, я рассчитывала, что надо заплатить 1 доллар за рекламу в Инстаграме, чтобы тысячи людей посмотреть рекламу. Нам нужно 4000 активных пользователей, хотя бы для хоть какого-то функционирования. Дальше мы предполагаем, что это распространится вирусно. Молодцы, и отличное приложение, уверен, что оно получит продолжение. Следующий проект, Джордж. Weekly – это проект по созданию электронных звуковых ежедневников. Суд проектов в том, что я хочу помочь людям, которые постоянно что-то забывают или им просто лень. Главное преимущество нашего продукта – это, во-первых, голосовое напоминание нужного действия, и, во-вторых, он не требует интернет. Бизнес-модель. Для реализации проекта мне нужно около 750 тысяч рублей. С проекта за первый год со стоимостью продукта 2 тысячи рублей и количеством клиентов в районе 24 тысячи человек можно заработать около 48 миллионов рублей. План дальнейших действий или же план развития проекта. Еще неизвестно, когда проект будет реализован, чтобы все удалось, мне нужно поддержка моих родных и близких. Перед тем, как сделать старт, тщательно проверить, потому что неясно, станут ли люди платить или нет. Спасибо большое за проект. Спасибо, Арсен, за вопрос. И мы движемся вперед. Глеб Соляник, ты с нами. Твой проект Project Afina. Это сервис, который сможет придумать новый стиль вашей комнаты или дополнить его, не меняя старый. Первую задачу, которую решает мой проект, является упрощение процесса декорирования своей комнаты. Вторая задача – это сокращение временных затрат на поиск товара. Проблемы, с которыми сталкивается клиент – это недостаточно времени, ограниченный бюджет, нет дизайнерского видения и отсутствие воображения. Этот сервис поможет не тратить время на поиски того самого дизайна комнаты, а сам предложит вам варианты, исходя из того, что вы выберете. Этапы, которые приблизят вас к комфорту и уюту. Первое – это вам нужно сделать фотографию, место, где вы хотели добавить декор или изменить стиль полностью. Пройдите небольшой опрос, где вы выберете то, что вам больше нравится. Искусственный интеллект обработает фотографию и создаст новую модель с новым стилем и обязательно учтет ваши пожелания. Бизнес-модель – это Marketplace. Клиент пользуется сервисом Афина. Когда пользователь выбирает какую-либо модель комнаты, Афина указывает, где находятся нужные товары и указывает магазин, которые добавили свой товар в сервис. После этого клиент платит магазину, а магазин возвращает процент Афине. А конкуренты, которые есть на сегодняшний день – это Etsy, Second Life, House и Inmeru. План на сегодняшний день – это собрать команду, разработать сервис, привлечь продавцов и привлечь клиентов. Здесь надо в следующий раз учесть, что платят те, кто 25-50 лет. Спасибо. А так все отлично. Александра Ишемсея, Free3. Всем привет, мы Free3. Всего три дела и ваш разум свободен. Мы создаем уникальную платформу. Она позволяет технологично оказывать персонализированную психологическую помощь. Нагнетающие условия пандемии вызывают проблемы с психологическим здоровьем людей. Мы решаем эту проблему при помощи нашего продукта. Он состоит из технологичной системы ботов и платформы. А дружная команда психологов следит за эффективностью системы. Так как же это работает? Посмотрите на эту систему. Бот-терапия-бот. Эта технология позволяет нам персонализировать систему бот каждого клиента. Ставя бота до и после терапии, мы отслеживаем все стадии лечения. Эта информация позволяет нам персонализировать психологическую помощь. Мы проанализировали рынок онлайн-психологической помощи. В основном наши конкуренты – это платформа. Мы делаем детальный бизнес-план, получаем финансирование, собираем крутейшую команду из айтишников и психологов. С ними мы создаем MVP и начинаем его продавать. Браво, Саша, браво, Шамси. Да, браво, браво, молодцы. Это Жанна, я работаю в Microsoft. А вы слышали про сервис, который называется BetterHelp.com? Как вы думаете, вы можете конкурировать с такой компанией, которая уже построила такой большой сервис? Мы дешевле. Спасибо за вопрос. Денис Гончаров. Хочу рассказать вам о проекте Music for All и нашем продукте с модульной сенсорной электрогитарой «Галактика». Это новый инструмент, открывающий инновационные возможности реализации музыкальных проектов. Суть стартапа очень проста. Мы собираемся сделать реализацию музыкальных проектов проще, дешевле и доступнее для каждого. Около 24% инвалидов, а это около 250 миллионов человек, живут одни. Для людей, которые только выбирают свой первый инструмент, главными проблемами являются цена, трудность выбора первого инструмента, взять одну гитару или, может, другую, или вообще синтезатор. Для профессиональных музыкантов основные проблемы – это время затратности на производство музыки, высокая стоимость профоборудования и сложность в освоении этого самого профоборудования. Для людей с ОВЗ сенсорный гриф не потребует никаких усилий для взаимодействия, а ПО-девайсы упростит построение аккордов для тех, кто имеет проблемы с моторикой. Кто будет за все это добро платить? Клиенты музыкальных магазинов, частные покупатели, через интернет, например, и благотворительные фонды. Наши конкуренты – это любой производитель музыкальных инструментов. Но мы предлагаем инструмент, имеющий куда более широкий функционал, чем все наши конкуренты вместе. На этом слайде вы можете увидеть наш первый девайс – Титан. Вторым прототипом стал Космо. Он уже получил автономность и свой собственный многоканальный генератор. Что нам нужно – это инвестиции в проект. По нашим расчетам это около 10 тысяч долларов. 4-6 месяцев времени – немножечко доверия, которое мы оправдаем сполна. В идеале мы стремимся создать самостоятельный инструмент, который будет наголову выше всех своих аналогов. Вот, это наш Титан. Как можно увидеть, это гриф уже с кнопочками. У него еще не было сенсоров на первой версии. Сразу предложение. Мне кажется, что такие штуки, куда более эффективно на них не искать инвестиции, а сперва стартовать их на краудфандинговых площадках. Вот, то есть, мне кажется, что это не инвестиционный проект, а именно такой краудфандинговый. Мы пробовали краудфандинг с первым прототипом, и люди толком не поняли, что это. Мы попали в такую петлю, чтобы хорошо стартануть краудфандинг, надо что-то показать. Но чтобы что-то показать, нужны финансы, чтобы это что-то сделать. Да, тогда нужен не инвестор, а микросид. Я бы мог сделать от себя небольшой взнос. Тысячу долларов. Нет, это не тот же. Не как инвестиции, а это просто как взнос в этот прекраснейший проект. Спасибо большое, это очень важно. Спасибо большое вам. Вот нашелся стартовый ситкапитал. Вот видите, как быстро происходит привлечение инвестиций. Спасибо, Арсен, за твое участие в проекте Дениса. Полина, ты с нами? Да. Смартбэнк. Смартбэнк – это электронная копилка, которая поможет подросткам распоряжаться карманными деньгами как следует. Я хочу производить этот продукт для подростков и детей, чтобы они научились копить на их нужды, при этом тренируя силу воли и добиваясь своих целей. Смартбэнк сделан из прочного стекла в форме коробки. На ней расположен один интерактивный экран, на котором будет отображаться, сколько уже есть денег и сколько осталось накопить до нужной суммы. Как только сумма наберется, копилка откроется и клиент сможет забрать свои деньги. Смартбэнк будет работать с помощью солнечных панелей, что является самым натуральным и бесплатным способом получения энергии. Кто платит? Любой человек, независимо от возраста и финансового положения. Сколько? Приблизительно 25 долларов. Конкуренты. Моими конкурентами являются копилки-свинки, механические копилки. Моим преимуществом является то, что мой продукт не даст клиенту забрать деньги до того, как он накопит на цель. План дальнейших действий. Получить первые инвестиции, собрать команду единомышленников, собрать первый прототип и сделать пробные продажи. Спасибо. Спасибо. Движемся дальше. Иван Глебов. Всем привет. Меня зовут Иван Глебов, и я бы хотел представить проект Time2Do. Мы хотим создать мобильное приложение, которое поможет людям контролировать свое время, достигать своих целей и избавиться от прокрастинации. По исследованию, которое провел Darius Forks в 2019 году, среди 2 219 человек показалось, что около 88% людей из данного количества прокрастинировали хотя бы один час. Наше мобильное приложение решает сразу несколько проблем. Оно помогает достигнуть цели и выполнить поставленные задачи до дедлайна. Оно помогает использовать свободные часы с пользой и помогает избавиться от прокрастинации. Здесь вы можете увидеть первый дизайн приложения, и также еще скажу, что оно работает вместе с календарем, в нем есть уведомления, также просмотры результатов и прогресса. Также вы можете добавлять свои цели, свои заменители прокрастинации. Бизнес-модель. Размер рынка в России составляет более 33 миллионов человек, а потенциальных клиентов на начальной этапе больше 100 тысяч человек. Доход мы будем получать как от бесплатной версии, так и от платной. С бесплатной при помощи рекламы нашим главным конкурентом является мобильное приложение Forrest. У него есть свои минусы. Оно является платным, и также его функционал ограничен простым таймером, когда наше приложение будет являться бесплатным и также будет полноценным планировщиком достижения целей. На первоначальном этапе мы планируем разработать EMP и провести тестовую маркетинговую кампанию. В моем понимании прокрастинации это когда мы тратим время и сожалеем. То есть мы понимаем, что мы потратили время и сожалеем об этом. То есть в наше приложение можно включить заменители времени, то есть если человек не хочет работать, он может сделать то, что он давно планировал. Если он хотел, допустим, почитать книгу, он вносит это в приложение и в свободное время выбирает это из опций. Движемся дальше к Ане, к Ане Стютер Тайм. Всем привет! Меня зовут Аня. Я учусь в Лиссе Франце де Мадрид. Это моя третья школа. До этого я училась в Москве и в Тель-Авиве, и сейчас в Мадриде. Мои переезды мне позволили познакомиться с тремя системами образования, а также с различными культурами. Я хочу создать сайт, который будет находить ученикам лучшие уроки в их свободное время. Вы вводите свое свободное время и дни, а наш сайт автоматически находит вам лучших учителей и школ. Наши основные клиенты будут родители школьников и дети, которые куда-то стремятся и ищут себе урок. Из моего личного опыта, и я думаю, я не одна, находка хорошего учителя онлайн – большая проблема. Наш сайт будет находить лучшие онлайн-занятия, подходящие ученикам по времени и интересам. Также мы будем предлагать возможность выбрать новые направления, которые могли бы стать новым хобби. Мы рассчитываем, что основным источником дохода будет реклама на сайте и комиссия за привлеченного клиента. Наши главные конкуренты – это Anacur, Byju – компании, которые предлагают подготовку к локальным экзаменам с личным учителем. Супер, интересный продукт, понятная аудитория. Наш фонд является инвестором и в Курсерии, и в Юдеме, и еще в нескольких проектах, в том числе VIP-кит. Это сервис по изучению английского языка для китайцев. Совет, что посмотри, за каждым из этих сервисов стоит некая история за историей, стоит мотивация, которая есть у участников, в первую очередь у преподавателей, для того, чтобы преподавать. Больше, чем просто, что вот это детям нужно. Должна быть какая-то серьезная мотивация, например, VIP-кит. В Америке очень много учителей, которые сидят без дела, потому что им платят, как обычным учителям. А с другой стороны, в Китае есть куча родителей, которые готовы платить большие деньги, чтобы их ребенка учил именно американский учитель. У тебя есть такое уникальное сочетание культур, ты можешь найти что-то на стыке культур, что другие люди не видят. Движемся дальше. Ника. Как потерять свою ежемесячную зарплату за два дня? Достаточно всего лишь выехать за границу и забыть выключить интернет. Я хочу решить эту проблему. Проблема, которую я рвусь решить, связана с интернетом за границей. Ведь туристы и местные жители, находясь в одной локации, тратят разные суммы на интернет. И количество людей в возрасте от 30 до 34 годов составило 12,7 миллионов в России в прошлом году. Flying Elephant – это универсальная услуга, которая подключается к существующему тарифному плану любого мобильного оператора и обеспечивает бесперебойный доступ к интернету по единой плате во всех уголках мира. Кто платит? Клиент, путешественник. Как часто? По выбору. На время поездки раз в месяц, раз в год. Итак, конкуренты. Это электронная сим-карта A-SIM. Есть серьезное опасение, что просто крупные операторы эту проблему решат так или иначе. Так что нужно это понимать. Нужно смотреть не на текущее состояние дела, а на то, где рынок будет через 5-10 лет. Спасибо, спасибо, Павел. Спасибо, Ника, за твою презентацию. Следующая. Вас 9 человек. Надеюсь, что вы все в сборе. Проект Chimu. Chimu – платформа для молодых креативных стартаперов без особого опыта. Здесь они могут найти единомышленников для реализации проектов. В мире насчитывается около 600 миллионов школьников и студентов с возрастом от 14 до 20 лет. И 420 из них – наши потенциальные клиенты. Для нас важны самореализация и общение со сверстниками. Главная гордость – это наши достижения. И мы хотим получить новый опыт и признание наших успехов. У нас есть множество идей, но чтобы их реализовать, нужна команда. Вот вам немного цифр. 70% людей в мире задумывались о своем проекте. Каждый второй так и не нашел свою команду для разработки. Наше решение Chimu – создавай свой профиль, выбирай интересующие проекты или собирай команду мечты для реализации своей идеи. Мы разработали макет сайтов, в котором ушли все особенности нашей целевой аудитории. Сначала пользователь составляет свой профиль, где заполняет информацию о себе. Затем он выбирает тематику проектов, которым ему было бы интересно работать, и указывает свои навыки посредством хэштегов, предложенных нашей системой. Когда другой пользователь набирает людей в команду, он сможет нас найти по схожим хэштегам. Далее клиент может либо собрать свою команду, если не ваша идея стартапа, или найти интересующий проект. Как мы планируем зарабатывать? Есть два пути. Платные подписки для пользователей. Варианты Pro за 3 доллара в месяц и премиум за 5 доллара в месяц, а также рекламу. Как с нами связаться? Все просто. У нас есть телеграм-канал и почта. Заходи, находи, развивай. Ребята, это потрясающая идея. Я написала месседж в чат. У меня нет русской кейборд, только по-английски. Но мне очень понравилась ваша презентация. Молодцы. Продолжаем вторую секцию. Максим Антипов, ты готов? Всем привет. Меня зовут Максим, и я хочу вам рассказать о проекте FAMI. Если вы потеряли ключи от квартиры, прелок от машины или пульта телевизора, я знаю, как найти это в мгновение. Мы крепим зумер к предмету, который мы не хотим потерять. Например, пульта телевизора. Мы крепим кнопку на место, где нам удобно. Например, край телевизора. При нажатии на кнопку зумер будет пищать в течение 15 секунд, и вы точно найдете вещь. Сам прорус состоит из кнопки зумера, соединенных с блоком питания. Сигнал с кнопки будет передаваться до зумера с помощью бесправильного сигнала. И кнопки зумера по габаритам будут очень мелкие. Также снаружи они будут обширить пластмассы и покрашены, что продаст красивый внешний вид из-за счета от повреждений. Еще снизу на них будет приклеен двухсторонний скотч. Мы планируем зарабатывать на продаже продукта различным магазинам и продавать продукт через свой интернет-магазин. Я просила различных людей, купили бы они такой товар. По результатам, все люди, у которых были дети, хотели купить данный товар. 86% всех опрошенных готовы были купить такой товар. 57% за 700 рублей, 71% за 400, все люди за 200. За неодному фамибе мне потребуется примерно 240 рублей. Продавать мы их будем за 600 рублей. Допустим, купят 13% привлеченных пользователей. Тысячи просмотров на YouTube будут стоить 3 доллара. Покупаем 22 тысячи просмотров, у нас купят примерно 3 тысячи людей. Мы получаем чистую прибыль 14 тысячи долларов. Из конкурентов у нас есть iTrack, антипотеряшка и FindBag. На диаграмме вы видите, чем мой товар лучше их. Она должна стоить существенно дешевле. То есть технологически в массовом производстве такую штуку можно сделать по цене в районе 30-50 центов. Спасибо, спасибо, Максима. Отличная идея и удачи в реализации, в первом шаге, чтобы сделать различные зумеры. Давайте двигаться дальше. Варвара, ты с нами? Всем привет. Я представляю стартап Life Moments. Это персональное устройство, способное хранить в себе ваши лучшие воспоминания и моменты из жизни. Мы разрабатываем продукт, который сможет объединить в себе все то, что ценно для каждого человека. Это поможет людям научиться контролировать свое душевное состояние, уравновешивать свои эмоции, позволит многим людям снизить психологические нагрузки. Это устройство поможет каждому, которым хоть раз в вас пользуется. Разные люди решают эту проблему по-разному, но в основном они привыкли делиться своими проблемами с близкими и друзьями, заниматься любимым спортом, хобби, либо же принимать какие-то успокоительные аппараты или препараты, или обращаться к психологу. Наш продукт представляет собой вот такое устройство. В нем будут находиться все ваши любимые фотографии, на которых отображены счастливые моменты в вашей жизни. Загружен лучший видеоролик, где записан смех ваших детей или голос любимой бабушки. И хранятся частички каких-то небольших предметов, которые вам дороги. Или, может быть, встроены ваши любимые запахи. Для этого устройства будет специально создано программное обеспечение, которое включает в себя приложение на iOS или Android. И эта программа позволит мониторить жизненно важные функции человека, исходя из этого отбывать рекомендации пользователю, советовать записать тот или иной момент или предлагать посмотреть тот или иной момент для того, чтобы наполнить сердце всем самым хорошим. Наша бизнес-модель представляет вот такую схему. Спасибо за презентацию. Идея очень хорошая. Мне нравится. Единственное, что нужно понимать, большинство таких устройств, именно как внешних устройств, уступили телефону. Движемся дальше. Движемся дальше. И следующий у нас Антон. Всем привет. Меня зовут Антон. Я вам сегодня расскажу про свой проект. Спарахаб – это мобильное приложение для покупки и продажи автомобильных запчастей в Америке. Размер рынка автомобильных запчастей делится на две части. Это бывшие автозапчасти и новые автозапчасти. На американском рынке нет маркетплейса, который основывается на автомобильных запчастях. То есть, если у людей есть какая-то автозапчасть, они могут ее продать на eBay, либо на Facebook Market, либо на Opera, либо на Amazon. Но ни один из этих маркетплейсов не является профессионалом. Также мы собираемся работать с джанкиардами. Джанкиарды, кто не знает, разборки, где куча автомобильных запчастей. Они в основном продают только свои запчасти на copart.com, который не имелся с 2000-х годов в Америке. Ну, аж минимум валипродукт. И три вида монетизации – это percentage of sales, advertising application, commission purchase and future listings. Спасибо. Такой рынок автозапчастей. Мы движемся дальше. Изабелла. Здравствуйте. Меня зовут Слуцкая Изабелла. И я хочу представить вам свой проект. Я хочу представить вам своего типичного клиента. Но у нее есть проблемы. Во-первых, она хочет идентистам, но она не знает подводных камней данной компании. Я знаю, как рассчитать эту проблему. Она устраивается в качестве SMM-менеджера в частную клинику и узнает необходимые данные, которые ей нужны для ее выбора. Я провела опрос потенциальных клиентов, которым приняло 67 человек участие. И 70% сказали, что они хотят участвовать. Также здесь цены, которые ребята хотели бы заплатить за услуги моей компании. Для своего проекта я вижу три пути монетизации в первый год. Во-первых, это профориентирование потенциальных кандидатов на основе их soft skills и предпочтений. Во-вторых, это комиссия с работодателей за подбор необходимых для них работников. И в-третьих, это гонорары подростков, которые хотят пройти стажировку в топовых компаниях. Прибыль составляет 1 млн 213 тысяч долларов в первый год на территории Земли. Компании не очень любят возиться с подростками, а тут нужно довольно много этих компаний. Это проблема поиска, потому что я анализировала рынок Headhunter. И проблема в том, что подростки на самом деле это очень перспективное направление. Сейчас об этом говорят абсолютно все. При помощи своей презентации планируете привлечь деньги, а потом говорите, что это для подростков, которые не могут определиться, чем они хотят заниматься. Проблема профориентации существует абсолютно у всех. И я знаю об этом не понаслышке, это от себя, от своих друзей. И я понимаю, что, конечно, потенциальное представление профессии есть, но мы не знаем точно, что скрывается, скажем так, за ширмой маркетолог. Но есть две вещи. Насколько я знаю, там, по-моему, нельзя брать на работу детей, им что-то платить сейчас. По закону СНГ ребята от 14 до 16 лет могут работать, если не ошибаюсь, до 18 часов в неделю, а ребята от 16 до 18 до 24 часов в неделю. Ты говоришь, нельзя использовать преимущество того, что ты будешь меньше платить подросткам. Да, ну я, конечно, в данный момент я смотрела рынок СНГ, но дальше по развитию, занимается команду юристов, рассматриваются дальнейшие страны. Улучшает вот эта высокая сумма инвестиций почти. Давайте двигаться дальше и вернемся к Демьяну. Демьян, ты готов? Мой проект – это мини-фигерный пульс управления. Я получила эту идею, когда играл в Лего. Клиент этого продукта будут дети от 8 до 15 лет, то есть какое-то хобби Лего и роботы. Продукт выглядит примерно так. Он сможет ходить и держать вещи в своих руках. Бизнес-модель – это что эти мини-челочки будут входить в коллекцию, и стоимость каждого будет примерно 20 долларов. И конкурент – это роботы и разные игрушки. Мне нравится. Что скажет жюри? То есть у них там, грубо говоря, руки будут такие же, как у Лего, только двигающиеся, да, или что-то в этом роде. Технически это чудовищно сложная задача, но если получится ее реализоваться, то очень круто. Это огромный рынок. Робот там не должен, грубо говоря, по лестнице ходить, да, он, фигурка будет, сделает три шага по столу, и уже все в восторге. Движемся дальше. Максим, Team Nexus. У меня написано верно, я сказал Team Nexus. Максим, ты с нами? Всем привет. Проект Team Nexus – это сервер для общения после команды для видеоигр и хорошего времяпривождения. Суть проекта. Team Nexus – это сервер, помогающий людям найти общение, игроков для команды и просто провести время разговаривая в общих интересах. Слишком много искать команды для видеоигр. Итак, несколько фактов. Team Nexus свяжет вас с игроками и людьми со схожими интересами. Если вам скучно и не с кем играть, вы можете присоединиться к Team Nexus – это тысяча сообществ особенных на темах, которые нам всем нравятся. Вы можете подключить все ваши аккаунты и играть в турнирах, или даже можете стримить на весь сервер. Мы предоставляем систему рейтингов и ООН, чтобы убедиться, что вы сопоставлены с игроком, похожим на ваш уровень навыков. Приложение будет бесплатно. Я провел вопрос, и никто не согласился поплатить за эту программу. Будет возможно скупить прямую подписку, которая добавит пользователям возможностей. Мой главный клиент – это Discord. Это бесплатный мессенджер с поддержкой видеоинговой генцией, изначально ориентированный на пользователей компьютерных игр. Сейчас для меня самое главное – не программистов, чтобы закончить свою альфа-версию приложения и вывести его на рынок. Тебе удачу в ней. Движемся дальше. Варвара. Варя, сколько можно смотреть мультики? Иди скорее, делай математику. Опять математика. Но я знаю, как решить эту проблему. Я представляю вам мое приложение «Арифмультика». Это приложение будет переводить задачи по математике в интересные мультфильмы. Мое приложение будет переводить в мультфильмы задачи с конкретного учебника. Мои клиенты – это ученики второго класса, которые учатся по этой программе. Арифмультика помогает ученику лучше понять условия задачи, ему становится интереснее и домашка делается быстрее и с удовольствием. Платят, конечно, родители. Я просила потенциальных клиентов и посмотрела, сколько стоят подобные приложения в App Store и Play Market. На основе этого я решила, что мое приложение будет стоить 300 рублей за класс. Конкуренты – это те, кто помогает ребенку решать задачи или делает предмет интереснее. Я лучше конкурентов тем, потому что мое приложение связано напрямую с учебником. План моих действий и шагов. Я тебе скажу, что, во-первых, ты классно совершенно презентуешь и рассказываешь. Расскажу тебе по секрету. Подобных проектов очень много. Очень много в каждой стране, по каждому направлению. Сейчас все с этим борются. Но нету лидера. Любая сфера, где нету лидера – это замечательно, потому что там можно откусить этот рынок и забрать его себе. Если ты сейчас, как новое поколение стартаперов, будешь внимательно смотреть на все, что происходит вокруг, на технологии, которые появляются, на обучение, которое меняется. Поэтому большую тебе удачу и вообще-то большая молодец. Спасибо большое. Павел, спасибо за напутствующие слова. А мы движемся дальше и переходим к Ольге с названием «Легкость». Здравствуйте. Сегодня я хочу презентовать службу по доставке диетической еды «Легкость», основной задачей которого является ежедневная доставка еды людям, которые по состоянию здоровья придерживаются медицинской диеты. В основном это люди, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем, почками, а также уровнем сахара в крови. Врачи и диетологи, работающие в нашей команде, разрабатывают меню сбалансированным, а опытные повара готовят еду безумно вкусной, что превращает процесс употребления диетической пищи в настоящее удовольствие. Сейчас на рынке уже существуют сервисы по доставке правильного питания, но в основном они нацелены на людей, которые хотят сбросить свой вес. Чем же легкость отличается от конкурентов? Во-первых, мы специализируемся именно на медицинских диетах. Какая же наша бизнес-модель? По моим подсчетам, около 500 тысяч москвичей страдают гастритом. Из них 50 тысяч – наши потенциальные клиенты. Какие я вижу дальнейшие планы развития? Во-первых, мне нужно собрать команду профессионалов – врачей, диетологов, поваров и водителей. Арендовать помещение под кухню, купить все необходимое оборудование, запустить сайт и уже можно начинать принимать заказы. Круто, рынок не новый, но ты его специализировала, обрисовала своего клиента. Я думаю, с клиентами здесь не будет проблем. Здесь будет проблема с тем, что это кухня, логистика, доставка. Проблемы точно существуют и потенциал в этом есть, я вижу точно. Арсен, ты готов? Джейлево, мобильный кошелек. Суть проекта – удобно и безопасно оплатить телефоны. В одной купюре в среднем находится около 26 тысяч бактерий и вирусов. Передача в наличных денег на расстоянии. Необходимость выдачи-сдачи, дорогая инкассация. Возможность потерять или забыть наличные деньги. Джейлево – это эргономичный и безопасный мобильный кошелек, в котором вы можете добавить все карты – плачежные, бонусные, а также вы можете хранить криптовалюты. С каждой покупкой вы получаете бонус, который вы можете обменять на реальные деньги. Низкие комиссии, объединение платежной и вероятности в одном приложении, объединение обычных денег и криптовалюты в одном приложении, получение бонусов за любую активность пользователя, эргономично и безопасно, функция Pay, бизнес-модель, получение комиссии, комиссия от платежей пользователей, комиссии от партнеров, банки, кредитные организации и другое, конкуренты. Наш кошелек отличается функциональности, потому что он рассчитан на глобальный рынок и использует новые возможности. Не останавливайся, иди вперед и изучай, как работают конкуренты. И просто, чтобы Арсен держал в голове, что далеко не все так просто. Под каждую эту операцию, которая представлена у него в презентации, мне кажется, что каждый человек, который об этом думает, должен знать, есть огромный совершенно рыночный регламент. Для каждой страны это правило, набор правил, которые необходимо выполнять с целым комплексом различных организаций в каждой отдельной взятой стране. Но если ставить ее как учебную задачу, то это хорошая задача. Да, я согласен. То есть я, наверное, я с Павлом согласен просто в том, чтобы сказать, что если представить, что ты представляешь этот проект, что вот сейчас в него деньги инвестировать, я не готов такого делать, именно потому что, как и Паша и все остальные, мы видели, сколько таких компаний погибло уже, пытаясь это сделать. Но если представить, что это задача, некая мега-задача, которую ты ставишь перед собой и направление, куда двигаться, и в процессе этого движения ты нащупаешь ту нишу, которая реально там возможна, и получишь знания, то я считаю, что у тебя в этом плане есть все возможности и весь потенциал. Постепенно движемся дальше. Мы движемся к Дмитрию. Дмитрий, ты с нами? Меня зовут Дима, и я хочу увеличить оборот заказов в малом бизнесе и уменьшить время ожидания заказа в целом. Я создаю приложение «Чат-бот» для при заказе шумы в Оклапши через приложение. Не нужно ждать заказ на улице и стать в очереди. Для клиента это быстрый и удобный сервис, для бизнеса это увеличение оборотов и повышение возврата клиента. Анализ проблемы. Среднее приготовление заказа составляет 7 минут. Среднее количество людей в очереди в час пик в обеде 4 человека. Человек сидит ежегодно 210 часов, ожидает свой заказ. Мой продукт MVP – это чат-бот, в котором можно заказать и оплатить заказчик для Apple Pay и Samsung Pay. И основной продукт – это приложение. Удобно, быстро и с промоконами можно заказать любимую шуму и забрать в ближайшем. Ларьке без очереди. Аналогичной квадрикой будет происходить оплата с процентов от оборотов заказа через приложение. Но не более 15%. Наши конкретные ядекс-синдайдеры рекламы до доставки. На MVP мне нужно 50 до 0300 рублей или 700 баксов. На продукт нужно 1 миллион 110 тысяч рублей. Мой план развития проекта. Он может как через свой, так и через свой, например, планшет видеть принимающие заказы. Я живу на Кипре, и у нас буквально недавно появился такой сервис, который называется «Фуди». И они занимаются, они делают вот именно то же самое, но локально у нас здесь на острове. И они, можно заказать где угодно, хоть в шаурмечной, хоть все, что угодно. И причем эти точки, где заказы осуществляются, они сами еще и доставляют. Он так быстро здесь набрал обороты. И в настоящий момент этим сервисом «Фуди» пользуются, по-моему, почти что все. Поэтому, Дмитрий, мне кажется, что у вас очень хорошая задумка, потому что она уже проверила себя, и она действительно рабочая. Дим, спасибо. Удачи. Движемся дальше по нашему демо-дню. Путешествуем даже, уже так теперь скажу. Алекс, ты с нами? Сейчас я хочу представить свой проект, приложение помощник для путешественников «Бонн Ваяж Хелпер». Мое приложение поможет путешественникам выбирать страну поездки, бронировать и покупать билеты на разные виды транспорта, узнать о близлежащих достопримечательностях, знакомиться с историей страны и фактами от «Локалс». И, что самое удобное, привязывать свои фотографии к геолокации. Ну и, разумеется, бронировать отель. В первую очередь, мой проект направлен на помощь пожилым людям. Проблема клиента. Моя целевая аудитория – это пожилые люди, которые раньше были так называемыми пакетными туристами. Но сейчас они поняли, что им уже не так легко бегать со всей группой по разным достопримечательностям и ездить на дальние экскурсии. И тут у них появился выход – это «Бонн Ваяж Хелпер». Траты только на рекламу, зарплату сотрудникам и налоги. И штат небольшой, соответственно, все работают удаленно. Дальнейшие действия – это партнерские отношения со вчерашними конкурентами. Идея отличная, но чуть-чуть меня, знаешь, обеспокоит, что сделан фокус на тех, кто старше. Они не так активно используют смартфоны, и они не так активно путешествуют. За них это будут дети делать. Вот что, Руслан Архович, Катя, я согласен с этим. То есть хорошая идея сделать сервис специализированно заточенный под путешествия старшего поколения, найти правильные отели, найти сервис автоматически в аэропорту, заказывать, чтобы коляска встретила, проводила и так далее. То есть спланировать поездку для 70-летнего родителя – это довольно большая серьезная задача. Нужно делать сервис технологически заточенный под их детей, просто в котором есть функции, очень удобные именно для путешествий старику. Захар, ты с нами? Да, здравствуйте, меня слышно? Захар, мы тебя слышим хорошо. Каждый день одолевает огромное количество эмоций, и, к сожалению, у многих людей эти эмоции негативные. И люди сталкиваются со стрессом. Стресс приводит к снижению эффективности, к плохому настроению, и, собственно, рушатся все сферы нашей жизни. MyPocket EQ – это устройство с искусственным интеллектом для повышения эмоционального интеллекта. Собственно, отвечая на вопрос, эмоциями управлять нельзя, но мы можем управлять тем, что идет после наших эмоций. Это наши установки, которые, к сожалению, чаще всего есть негативные. Это самая популярная болезнь 21 века. Собственно, что делает MyPocket EQ? MyPocket EQ – это устройство с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект считывает сигналы тела человека, определяет уровень стресса в настоящий момент, распознает эмоции, вовремя дает человеку сигнал включить осознанность, так как это самое трудное в момент стресса понять, что тебе сейчас нужно думать по-другому, и предоставляет определенные инструкции, которые помогают более благоприятно пережить стресс. И также MyPocket EQ задает нужные вопросы, потому что самоанализ – это очень важная вещь для повышения эмоционального интеллекта. То есть MyPocket EQ работает вовремя, правильно и удобно. Каждый раз, когда мы испытываем какую-то эмоцию, у нас, так или иначе, происходят разные сигналы в организме, разные... Конкретно это температура, это сердечный ритм? Это температура, это сердце-сердечный ритм, это вот такие вот микросигналы, которые устройство, которое, надеюсь, что можно такое изобрести, оно просто его начнет считывать. И чем больше человек будет пользоваться этим устройством, тем устройство будет больше понимать, что именно испытывает определенный человек в данный момент, потому что у каждого эти сигналы разные. Если ты можешь это считать на основе существующих сигналов, тогда не нужно делать отдельное устройство, а можно просто лицензировать или договориться с производителями существующих устройств. Условно сделать приложение для Apple Watch. Собственно, искусственный интеллект, который будет показывать уровень твоего эмоционального состояния, а потом уже на основе этих данных разрабатывать устройства или лицензировать технологии кому-то еще. Спасибо за комментарий, Павел. Захар, спасибо за проект. Илья. Добрый день, меня зовут Орловец Илья, и я вам представляю проект нашей команды «Нерастевой чат-бот для подготовки к ЕГЭ и ЕГЭшнику». Так давно мы столкнулись с проблемой, которая заключается в низком уровне подготовки учеников к единому государственному экзамену. Проще говоря, ученики решают одни и те же задачи, независимо от их сильных и слабых сторон. Нами было проведено исследование, и в среднем один ученик за один день обучения тратит 45 минут своего времени нерационально. Аналогами нашего продукта являются репетиторы, школьная программа, мобильные приложения и онлайн-тренажеры. Мы выбрали такое решение, это «Нерастевой чат-бот для подготовки к экзаменам ЕГЭшечка». Основными функциями нашего продукта является персональный подбор заданий, который осуществляется благодаря написанной нами нейронной сети, а также неограниченная база вопросов. На слайде преддемонстрируемым принципом пользования нашим ботом, процесс регистрации в системе, процесс решения задач и увеличения релевантности задач нейросетью. В ходе проведенного опроса идеальной моделью оказалась месячная подписка, ее стоимость 200 рублей, около 3 долларов. При количестве пользователей около 1000 человек мы рассчитываем на прибыль около 600 долларов в месяц, при аудитории около 200 тысяч человек. Ежемесячная выручка по нашим расчетам составит около 71 тысячи долларов. И на данном этапе, на сегодняшний день, когда у нас готов имепить продукт, нам требуются инвестиции для его продвижения в размере около 8 тысяч долларов. После масштабирования продукта мы рассчитываем получать доходы от рекламы, прежде всего от продажи месячной подписки, от предоставления дополнительных платных услуг, и также от пожертвования пользователей. Далее мы планируем создать алгоритмы генерации статистики, связать бота с обучающими системами подготовки к ЕГЭ, добавить дополнительные платные возможности, создать интернет-платформу для обучения. Все это нам позволит увеличить интернет-интерес аудитории примерно в три раза. Далее мы планируем также разработать системы для подготовки к другим экзаменам, экзамены по вождению, экзамены для подготовки к английским языкам, и другие школьные экзамены. Это нам позволит привлечь аудиторию более чем 10 миллионов человек. А контент, все-таки вот эти вопросы сами на экзаменационные, вы планируете самостоятельно производить или откуда-то брать готовые уже? С нейросейки также позволяют, они могут сами генерировать вопросы, мы можем написать такую программу, модераторы могут их одобрять, а также вопросы, безусловно, можно взять уже с каких-то других обучающих сайтов. То есть я считаю, что если эту проблему с контентом решить, то это очень полезная вещь. Все, отлично. Found it. Мой стартап называется Found it. Наш слоган это «Вы потеряли, мы нашли». И наша компания, которая производит чип из 4G, чтобы найти ваши потерянные вещи. Этот продукт, он облегчит жизнь всем моим клиентам. Я работаю над созданием этого чипа из 4G, или другими словами, это интернет, который интегрирован в этот чип. В нашей жизни мы теряем много вещей, и это так трудно их найти. Эта микросхема планирует работать только на одной батарее в течение всего года. Через год вам понадобится заменить батарею. Это очень просто, и батарея стоит 2 доллара. Когда вы покупаете, он поставляется в виде пакета с 4-мя чипами и 3-месячной пробной версией для использования 4G. Моя monthly subscription будет примерно стоить 5 долларов. Я позвоню от 5 до 10 долларов, потому что 63 человека, которые я просил, готовы оплатить такую сумму за мой продукт. Мои большие самые competitors – это Tile, Chip, Orbit и Min. Их радиусы поиска очень ограничены. Главное, чтобы сам чип разработался, чтобы он был маленьких размеров и достаточно дешевым. Я знаю, в Berkeley сейчас команда, которая ведет разработку именно таких чипов, обещает, что сам чип будет меньше доллара стоить, меньше одного цента по размеру, и там будет весь набор, который тебе нужен. Вряд ли тебе непосредственно чип нужно делать. Тебе нужно найти партнера, который чипы поставляет, а сделать продукт из него. Хорошо, спасибо, Кирилл. Спасибо за твой продукт. У нас есть одна видеозапись от Луны, если я не... Луаны, извините. Всем здравствуйте, меня зовут Луана, и мой проект называется «Тысяча и один вопрос про это». Ну, это. У меня есть идея создать свой YouTube-канал на разные темы, связанные с сексом. Это будет, получается, как сборник, что такое секс, педофилы, гомосексуалисты и куча всего еще. Я это буду делать для детей и подростков от 9 до 15 лет. На самом деле, не важно, какой это подросток, потому что все дети и подростки хотят знать о сексе. И таких детей 9 миллионов в России. Подростки толком ничего не знают о сексе. Они не знают, как предохраняться и беременеют, делают аборт, ломают себе жизнь, не могут сказать «нет» и поддаются насилию. А все потому, что родители не разговаривают с ребенком на тему секса. Но сексуальное образование такое стоит в сторонке, никому не нужно. Но на самом деле оно тоже очень важно. Это тоже большая часть жизни. Где же подросткам взять информацию? Из книг? Да нет, потому что есть либо для совсем младших, либо уже для старших. Для подростков ничего нет. Поэтому я хочу создать свой YouTube-канал, где я буду честно, открыто и с юмором разговаривать о сексе. Я планирую зарабатывать на рекламе. Следующий шаг – это фирменная продукция. Футболки, пеналы, бутылочки, блокнотики. Первый шаг – это создание канала. Съемки, монтаж и продвижение. Мне Паша уже приватно писал, что возможно, что YouTube не разрешит вести такой канал. Нет разрешит. Если это в образовательных целях, то нет таких ограничений. Единственное, что ей должно быть 14+. Я вижу твою презентацию. Да, Кирилл? Go Charge. Go Charge – это заряжающий трайпод. Проблема клиента – это он тоже, я как и говорю, забывает зарядки и что-то такое. Или может порваться провод или потерять что-то такое. Концепт моего продукта. Вон там магнитическая зарядка, чтобы если это Android, iPhone или что-то другое. Батарея находится вот в этих штучках. Продукт имеет, как я говорю, вот такую магнитную штучку, чтобы это было любая, там Android или iPhone, чтобы можно было заряжать. И имеет три батареи, чтобы очень долго могло заряжать. Бизнес-модель – это первый раз я хочу найти инвестора, который мне заплатит, чтобы мне понравился мой продукт. А потом уже все будет оплачивать мой продукт, если он получится хорошо. Интересная ниша, все, что связано с таким hardware. Я предлагаю сейчас дальше двигаться. Сергей, ты готов? Здравствуйте. Мой проект называется «Кибертренер». Это виртуальный тренер по компьютерным играм. Суть проекта – это виртуальный тренер по компьютерным играм. Проблема клиента. В мире насчитывается около 2,2 миллиарда человек, которые играют в игры. И около 60% из них испытывают трудности с освоением какой-либо игры. 50% жалеют, что им не хватает навыков. Наш продукт устанавливается на ПК или телефон. Он анализирует ваш экран во время игры. И с помощью машинного обучения указывает на ошибки. Бизнес-модель. Платят, конечно же, пользователи. Базовая подписка бесплатная. Включает в себя несколько старых популярных игр. В месяц платят от 10 до 100 долларов. План дальнейшего развития проекта. Мы планируем создать рабочий прототип и найти инвестора. Ты анализировала? Нужно какой-то технологии распознавания образов? Или можно без этого? Как анализировать экран поведения? Мы берем запись самого экрана, то есть монитора, и засовываем его, так сказать, в машин-лернинг. Просто сравниваешь грубрез с игрой идеального игрока. Сергей, ты слышал о таком проекте GOSU AI? Так я слышал. Я вспомнил. Спасибо. Спасибо, Сереж. Движемся дальше. Марк, ты с нами. Здравствуйте. Мой проект называется «Вакцина от всех болезней». Это artificial intelligence, который анализирует болезни прошлого и нашего времени и их геномов. Потом он находит ходство и создает вакцину. Как я это осуществлю? Я найду специалистов по искусственному интеллекту, врачей, вирусологов, программистов, аналитиков маркета, чтобы можно было смотреть, как меняются маркеты и делать вакцину под маркет. Химиков, которые на базе данных прошлых и новых болезней и их геномов соберут искусственный интеллект, который будет создавать вакцину от болезней, которая обучилась сейчас. Вот, это очень здорово. Марк, я не помню название компании, но есть такая компания, которая как раз первыми разработали вакцину от коронавируса. Просто, чтобы ты понимал, у них ушло два месяца для того, чтобы просто получить сам вирус, чтобы сделать анализ. Ушло меньше 48 часов, чтобы сделать вот ту работу, про которую ты говоришь. И теперь уйдет еще полтора-два года для того, чтобы эту вакцину проверить и утвердить. В принципе, ты на правильном пути, и этот подход уже доказанно работает. Но просто он, как и в случае с финансовыми технологиями, он окружен огромным количеством административных барьеров. Марк, спасибо. Демо-день у нас закончен. Спасибо. Спасибо всем нам. Хочу сказать, ребята, спасибо огромное. Было очень приятно с каждым из вас познакомиться. Хочу вас поблагодарить искренне за то, что вы нам помогли сформулировать и доработать нашу методологию. Мы через две недели запускаем второй набор. У нас было независимое судейство. Судьи друг с другом не общались, каждый ставил свои оценки. Все это собралось в общей системе. Во-первых, хочу сказать, что есть два полуфиналиста. Андрей Кривоносов, смарт-тейбл. И второй финалист – это Гончаров Денис, проект «Галактика». А главный победитель, первое место, обогнавший их на один балл – это команда «Чиму». В целом хочу сказать, что есть еще длинный список участников, которые тоже там на один, буквально на два балла отстали, что не значит, что у них проекты хуже или они хуже презентовали. Вы должны понимать, что в любом бизнесе всегда есть победители, а значит, есть и все остальные. Чек победителя отправлен в телеграм-канал, ребят. Первый призовой фонд, который вы получаете на реализацию ваших проектов – это одна тысяча долларов США. Она ваша, и она поможет вам стартануть в вашем проекте. Ребят, вы молодцы. Я буквально в скором времени размещу в телеграм-канале наш проект, который как бы база, где мы будем хранить ваши все проекты, презентации, и это будет таким ресурсом для инвесторов. Говорим пока-пока всем. Оставайтесь в телеграм-канале, мы будем сейчас там тоже писать новости. Silicon Valley Camp, до новых встреч!